Добрый вечер, это предвыборные дебаты на канале Россия. Тема, предлагаемая сегодня для обсуждения, внешняя политика, государственная безопасность, Россия и глобальные угрозы, санкции. К сожалению, тема актуальна, учитывая, что сегодня ждем очередного развития событий, более чем сложной ситуации с Великобританией. Напомню, что Великобритания выступила за созыв экстренного совещания Совбеза ООН. Вы, наверное, обратили внимание, что пока у нас исключительно мужской коллектив, по независимым от нее причинам, Ксения Анатольевна, несколько опаздывает. Это реально не ее вина, но есть надежда, что она успеет в любом случае. Если хотя бы не к своему слову, то хотя бы к возможности общения. Дебаты, это, знаете ли, уже позиция политическая. Максим Леонард Шевченко, доверенное лицо Павла Николаевича Грудинина. Прошу. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Я представляю Павла Грудинина. Кандидат от Комнистической партии Российской Федерации, поддержанного Национально-Патриотическим Союзом России и Левым Фронтом. Вы знаете, наша страна воспринимается Западом всегда как просто источник дохода, источник сырья и приложение к их экономике. Поэтому защита нашей страны – это в том числе и защита нашего суверенитета и своего уникального пути. Но, поддержу коллег, внешняя политика невозможна без адекватной внутренней. Поэтому по внутренней. Смотрите, вот конкретно продолжу тему нарушения предвыборных. В Кемерово, как сообщают наши коммунисты, с мест, несмотря на все заверения действующей власти о честных выборах, готовятся масштабные фальсификации. Власть дала указания 92% за действующего президента при 90% явке. В других местах людей заставляют фотографировать бюллетени и отсылать своему начальству. Я обращаюсь к Александре Памфиловой, к избиркому, да и к конституции, к закону, к президенту. По нашей информации, не только в Кемерово, но и в Мордовии дано указание властям обеспечить уже заранее явку 90% голосования за Путина 90%. Надо ли это президенту? Эту президенту не надо. Потому что задача, мне кажется, сейчас стоящая перед страной, это демократические открытые выборы. Вот те, кто это делает, я переживаю за страну. Про вас, Ксения Анатольевна, чуть позже. И про вашу позицию, про ваши переживания. А также есть информация, я сказал, что во многих регионах России будут заставлять людей, зависящих от власти, фотографировать бюллетень, как поставили галочку, и отсылать потом начальнику. Скажу вам откровенно, не делайте этого, голосуйте, как вы хотите, за кого хотите. Не бойтесь ничего. Но, если вас заставляют, ну не все могут быть героями, возьмите черную ниточку, поставьте там, где галочка, черную ниточку, сфотографируйте, отошлите вашему дураку-начальнику, а потом проголосуйте, как хотите, за кого хотите, даже убеждать вас не буду. Ничего не бойтесь, страна принадлежит народу, страна принадлежит нам, страна принадлежит нам всем, кто тут спорит между собой, но бояться никого не надо. Мы вас защитим, кандидат от народа Павел Грудин, он поддерживающий его коммунисты, все порядочные люди, в том числе те, кто здесь находится, выступят на стороне тех, кто хотел бы реального соблюдения закона. Теперь о внешней политике, если уж господа, госпожа Собчак так хочет, обсудить ее, вот госпожа Собчак, кандидат, так сказать, от оппозиции, будучи в США, в интервью СНН, подчеркнула, что разделяет, госпожа Собчак сказала, беспокойство США по поводу поведения России и внешней политики, которая идет к возобновлению холодной войны. Это пятая колонна, открытая пятая колонна. При этом госпожа Собчак является единственным кандидатом, который лично получил разрешение Владимира Путина участвовать в этих выборах. Интересно, вы единственное, кто с ним встречались, по крайней мере. Вы лжете. Как, вы не встречались с Путиным? Владимир Жириновский тоже встречается с Путиным бесконечное количество раз. Вы получили его разрешение, после этого вы поехали в Вашингтон, где предавали Россию, где говорили о том, что вы разделяете американскую позицию. Это неправда. Ну как, вот ваше интервью с ИНМ. Я сказала, что я разделяю опасения. Это не то, что я разделяю американскую позицию. Вы разделяете беспокойство США. Вы же не сказали, что вы разделяете беспокойство демократической общественности в России. Это было бы понятно. Беспокойство США это беспокойство Пентагона, ЦРУ, Конгресса, Госдепартамента. Всех тех, кто сегодня нашей стране объявил буквально войну. Внешняя политика должна быть в интересах народа, а не в интересах крупного капитала. Здесь говорили, цель внешней политики поддерживать бизнес. Это абсурдная идея. Цель внешней политики защищать интересы нации. Нация, которая выступает как субъект. И государство является инструментом по защите интересов нации. Наша нация уникальная. Она состоит из многих народов. Русский народ самый большой. Он определяет и название страны, и язык, на котором ведется политическая борьба в нашей стране. И исторический путь во многом. Но и другие народы, народы Кавказа, Поволжья, Сибири, Севера, являются членами нашей огромной семьи. Когда государство защищает интересы олигархов, Роснефти, Газпрома, Лукойла, то оно представляет это как интересы государства. Но это не интересы нации. Вот если эти корпорации и другие будут национализированы, если их средства будут идти на развитие нашего народа, Если наши матери многодетные перестанут выживать на 10 тысяч рублей, то тогда наша внешняя политика станет адекватной. Поэтому я выступаю, как и Павел Грудинин, и мы все за национализацию внешней политики. Она должна быть не в интересах правящего элитного слоя узкого, а в интересах 140 миллионов человек с лишним, проживающих на территории Российской Федерации. И наших союзников защищать и никого не сдавать. Это правильная позиция. Это позиция народа. Это единственная позиция, которая может быть объявлена внешней политикой России. Ксения Анатольевна, ваши 4 минуты 40 секунд. Дорогие друзья, ну вы видите, с чем мне здесь приходится иметь дело. Я скажу вам так. Тем, что вас цитируют. В психиатрии есть такое понятие вовлечение во бред. Это когда люди пытаются вовлечь тебя в то, к чему ты вообще не имеешь никакого отношения. Поэтому меня бесконечно тащат в 90-е, бесконечно приписывают мне какую-то политику, которую я не разделяю. Вы интервью СНН давали или нет? Послушайте то, что говорю вам я. Вы интервью СНН давали? Можно не перебивать меня в мое время? Можно, а я вам просто даю. Замолчите, пожалуйста. Друзья, можно человеку сказать, чтобы он замолчал? Вы СНН-интервью дали или нет? Я считаю, что в России есть свои интересы. Вы имеете такого права здесь? Я считаю, что Россия должна быть сильной страной. И что, конечно же, американские интересы, они против интересов России во многом. Конечно же, и американцы, и Европа в чем-то заинтересованы в ослаблении нашей страны. Наши интересы, они другие, они отличаются от интересов этих стран. Но я утверждаю также, что сегодня Россия является, к сожалению, страной-агрессором. Мы нарушаем международные договоренности. Мы ведем две гибридные войны, которые мы не признаем. Вот я защищаю, например, интересы военнопленного Виктора Агеева, который военнопленный, военнослужащий Российской Федерации, находится в плену в Украине. Он как туда попал? Случайно? Нет, он воевал на территории Украины в войне, которую Россия не признает. В Сирии, уже за то время, пока я твержу вам про то, что эту войну надо остановить, что она бессмысленна, что мы защищаем в этой войне диктатора, который унижает и оскорбляет свой народ, уже за это время упал еще один самолет. Там уже погибли люди, 50 человек российских граждан погибло там. По официальной только статистике, это официальные цифры, мы даже не говорим еще про ЧВК. Шесть вертолетов, пять самолетов, 14 единиц техники. Там уже упало, сломалось, и мы потеряли людей и боетехнику. Я хочу, чтобы Россия стала цивилизованной страной. Я хочу, чтобы мы отстаивали наши российские интересы. Они отличаются от интересов Америки, и они отличаются от интересов Европы. Но для того, чтобы мы могли их отстаивать, мы должны быть сильной экономической страной. Страна, которая занимает 2% мировой экономики, не может, к сожалению, на равных разговаривать ни с США, ни с Европой. Это факт. Мы должны стать сильнейшей экономикой мира. И тогда мы сможем диктовать свои условия, как диктует сейчас их Китай. Никого не слушая, ни с кем не вступая в переговоры. Но мы сейчас являемся теми, кто агрессивно ведет свою международную политику, в итоге находясь в изоляции. И единственные наши друзья сейчас, это Северная Корея, это Афганистан, это вот эти страны теперь наши лучшие друзья. Я хочу, чтобы мы вместе решали проблему мирового терроризма и прочих настоящих, а не мнимых угроз. Вместе с США, вместе с Европой, чтобы Великобритания не объявляла нам ультиматум и не говорила, что перестанет выдавать визы российским гражданам и вышлет наших дипломатов. Это стыд и позор, что сегодня мы находимся вот в таких вот отношениях. И мы все глубже и глубже уходим в этот кризис. Уже не первый раз мы находимся в центрах международного скандала. Мы постоянно являемся теми, кто нарушает международные договоренности. Давайте вернемся к политике мира. Давайте вернемся за стол переговоров. Давайте выстраивать сильную экономику в стране, потому что мы не можем быть конкурентоспособными с такой слабой и неэффективной экономикой внутри страны. 2% от общей экономики. И США, и Китай, которые занимают первое и второе место в мире по экономике. О чем же мы тогда вообще говорим? Давайте мы начнем строить сильную страну. Я, конечно же, хочу сильную Россию. Но Россию сильную не словами, а делами. Россию сильную своей экономикой, своим уровнем жизни, своей социальной политикой, своей культурой. Но вместо этого мы разгоняем гонку вооружений. Мы разгоняем то, от чего уже в свое время погиб Советский Союз. Мы вступаем в эту гонку вооружений. Мы ее подгоняем. Мы показываем эти летающие боеголовки. Мы ведем две гибридных лживых войны, которые мы должны остановить. Кандидат Ксения Собчак против войны. Кандидат Ксения Собчак это кандидат мира. Кандидат Ксения Собчак. Вы бесконечно говорите. Умейте уважать других людей, которые в вами стоят. Кандидат Ксения Собчак, потому что иначе 4 минуты 40 секунд Максим Александрович Соракина не начнутся. Единственное, простите, хотелось бы отметить. Я ни разу вас не перебила, хотя вы говорили обо мне, вы говорили ложь. Вы пацифистов выступаете. Я за мир. 4 минуты 40 секунд Максим Александрович Соракина начинается. Я считаю, что у меня не было этих 4 минут. Прямо сейчас. Вы такие, это все законы, которые принял не я. Как только не стало Советского Союза, раздавили Ирак. Зачем они его раздавили? Чтобы забрать нефтяные месторождения. Как только мы дали слабину, как только господин Медведев, либерал, пришел в президенты, раздавили Ливию, социалистическую Ливию. Зачем? Чтобы опять забрать нефть. А знаете для чего, госпожа Собчак, забрать нефть? Чтобы обрушить мировые цены, чтобы и там качать бесплатно, и у нас забрать бесплатно. В Ливии про огни нефть, а газ, но в Нивии не важно. В Ливии это тоже территория России. Напомните мне, пожалуйста. Они ставили задачу, чтобы они могли обрушить цены на сырье, нефть, газ, и у нас его тоже покупать за копейки. Вы говорите, какие у нас интересы в Сирии? Да если бы Сирию раздавили, нефть стал 10 долларов стоить. И у нас сейчас бы голодали. Может, просто пора научиться, кроме нефти, что-то самим делать. Все мы делали в Советском Союзе. Где промышленность-то у нас построена? У нас забрали военный блок и разрушили страну, у нас забрали все. За 20 лет сейчас этой власти, почему никто не построил ни одной отрасли промышленности, кроме военной? Мы сейчас имеем шаг сделать выбор в пользу социализма. Отобрать у олигархов все, что они украли. Их власть держится на наших с вами деньгах. 30 семей на силу 147 миллионов. Три бюджета России туда уходят. Мы должны национализировать, вернуть эти доходы и решить все социальные вопросы. Правда, ради, вы так говорили о внешней политике, среди наших друзей, скорее, все-таки Китай, а не Северная Корея, если учитывать количество встреч. Но китайские товарищи считают по-другому. Китай, извините, лесов, вырубка лесов. На 25 миллиардов происходит контрабанда. Хочу напомнить, что несправедливое нарушение закона возможно, но, тем не менее, между Китаем и Россией сейчас высшей степени отношений, которая была за долгие годы. Я, у меня нет основания считать, что, товарищ Синь, это мечта Вашингтона, такие задания дают Вашингтоне тем, кто туда приезжает. Что Китай, и говорите, и говорите, пожалуйста, когда Ваши папа и его друзья кричали о том, что мы не китайцы, Китай за это время рванул и стал второй державой мира, а вы нам бла-бла-бла-бла-бла. Нельзя так, чтобы у нас была и процветала пятая колонна. Не должно быть. Если мы говорим о внешней политике, наша позиция всего общества, всего государства, всего народа должна быть едина. Ксения Анатольевна, если Вы русская, если Вы представляете наш народ, Вы должны думать о нашем народе, о нашем государстве. И уже если говорить о Вас лично, Ксения Анатольевна, когда Вы были маленькими в 90-е годы, Вы лучше скажите, как Вы Владимира Владимировича называли Путина, когда он к Вам домой приходил. Он, наверное, с Вами играл. И давайте Вы купите портрет Путина, повесьте у себя в красном углу и молитесь на него. Потому что честь Вашей семьи, Ваше личное благополучие, Вашей мамы зависит исключительно от Путина. Вы никого не перебиваете, но Вы хамски разговариваете, не даете мне говорить, я, соответственно, заберу Ваше время. Вам нужно молиться на Путина, потому что только благодаря ему Вы находитесь здесь. Поскольку Вы здесь не благодаря своим талантам, не благодаря своим достоинствам, а исключительно благодаря тому, что Ваш крестный поставил Вас сюда и разрешил Вам говорить всякие гадости. И мне, человек, разрешаю, Вам страшно, Вам неприятно, так помолчите, не предавайте Родину и уступите место более достойным, чем Вы. Есть более достойные люди, в том числе с Вашими взглядами, но дайте людям, не перебивайте других, и тогда Вас не будут перебивать. Поэтому хамство пятой колонны очевидно. И это очень хорошо, что мы разделились. Бабурин, Явлинский, я. Это нормальная либеральная политика. А вот это вот, это предательство. Это партия национального предательства и самоунижения. Партия унтер-диофицерских вдохов, которые сами себя порют и порют, порют и порют. Хватит, не парите Вы себя, не позорьтесь. Мазохисты. Для Вашей мамы специально закон изменили, чтобы начальник национальной федерации была. Вы говорите, чушь какую-то. Спасибо большое. А мне нельзя никого прерывать, потому что это совместное, совместное мероприятие. А все эти мужчины, как мне почему не равнодушен? Я страшно неравнодушен. Но после 12-го года, Ксения Анатольевна, ужас в том, что принятые законы таковы, что во время, отведенные депутатом, я не имею права вмешиваться. Друзья, пятая колонна – это одна из главных угроз нашей стране. Но пятая колонна – это не какие-то группы интеллигентов или каких-то девочек или мальчиков, которые ходят с плакатами. Пятая колонна – это часть правящей верхушки, часть правящей элиты, которая свою жизнь мыслит там. Которая спрашивает разрешения там на внутреннюю политику России. Которая поддерживает фашистский режим в Киеве и так далее. Страна должна прижать народу и внешняя политика должна защищать народ. Голосуйте за Павла Грудинина, кандидата от народа. Кандидат Собчак. Дорогие друзья, вот вы сами видите, что все эти храбрые мужчины борются не с Путиным. Они борются со мной. Я борюсь с Путиным. Я хочу, чтобы вы знали, что на этих выборах партия КПРФ и ЛДПР – это удобные партнеры для Путина. Они продолжают меня сейчас перебивать. Но КПРФ и ЛДПР просто отвлекают ваше внимание от Путина. Пожалуйста, приходите и проголосуйте против всех вот этих людей, против этого цирка. Передачу и носите в сумасшедший дом. Друзья, почему вы перебиваете здесь только меня? 30 лет нас насилует олигархический капитализм. Никому, кроме нас, единому российскому... Извините, время кандидата Сурайкина. Перебивайте, пожалуйста, вы имеете право... Нет, Владимир Ольфович, я считаю, что это несправедливо. Я согласен. Эти люди, которые являются спойлерами, перебивайтесь только меня. Я не могу определять, кто является спойлером. Но сейчас вы перебиваете кандидата Сурайкина. Значит, я требую вернуть мне мое время, которое эти люди бесконечно делают бла-бла-бла. Кандидат Сурайкин. В детский сад верните, на горшочек посадите, может, эта девочка. Я не имею право. Ужас состоит в том, что... Вы извините, но по решению... Это значит, по решению, что эти люди перебивают время только меня. Они не перебивают никого здесь. Саня Анатольевна, на моей передаче я бы перебил всех. Только мне. Дал бы возможность сказать каждому. По закону, я не могу... Я этой грязной ведьмой на вашей программе. Да, Саня Анатольевна, и я... Саня Анатольевна, я не имею права и одеть на него белый халат. У меня есть мое законное время, и этот человек меня все время оскорбляет. Понимаете? Все время он не так и скажет. Саня Анатольевна, я к вам испытываю чувство глубочайшей симпатии. Саня Анатольевна, заплачь, мама прибежите. Вы правда считаете, что это нормальный? Нет, я считаю, что это ужасно, но таков закон. Я лично считаю, что это безобразие. Я был бы счастлив, если вы сходили... Я считаю, что это просто хамство. Я был бы счастлив, чтобы каждый из вас мог сказать свою точку зрения в уважении друг к другу. Потому что я с ужасом думаю о том, что наши избиратели вот это все смотрят. Это тот уровень политической культуры, когда... Вы эту культуру нам предлагаете. Я? Нет. Вы не даете возможность просто сказать свое слово избирателям. Я пошла сюда. Не ради того, что послушать бред Максима Шевченко. Саня Анатольевна, я пришла поговорить со своими избирателями. Я был бы счастлив, чтобы дать вам это возможность. Эти хамы не дают мне этого сделать, понимаете? И у нас сейчас, к сожалению, осталось буквально... Они лишат меня моего законного времени. Как только ЦИК мне прикажет, я начну вас перебивать. Вы придумали такой формат, который здесь все время... Нет, Саня Анатольевна, извините, но это не я придумал. Она не дала мне говорить в моем своем слове вообще. Я был бы рад. Безобразие коллективной травли одного кандидата – это безобразие доведения женщины до слез. Следующая наша встреча завтра. Со зрителями я не прощаюсь. Но прошу ЦИК учесть то, что происходит здесь сейчас. И принять возможность, чтобы ведущие имели право хоть как-то влиять на этот процесс.